Всем привет! Сегодня мы познакомимся с самолетом БФ-109 Г-2, который является крупной модификацией немецкого истребителя БФ-109. БФ-109 создавался конструктором Вилли Мессершмитт с 1935 года, а первым серийным истребителем семейства БФ-109 стал БФ-109Б в феврале 1937 года. На протяжении всей войны БФ-109 подвергался неоднократным изменениям, улучшая свои характеристики, поэтому в дальнейшем мы познакомимся с каждой серией БФ-109, которая есть в игре. Истребитель БФ-109 по схеме представляет собой одномоторный одноместный моноплан цельнометаллической конструкции с низкорасположенным крылом, свободнесущим оперением, убирающимися шассиями и полуубирающимся хвостовым колесом. Фюзеляж делится на три части – переднюю, хвостовую часть и отъемный хвостовой отсек. Соединение передней и хвостовой части фюзеляжа неразъемное. В хвостовом отсеке имеется вырез под убирающийся хвостовое колесо с закрытым внутри съемным кожухом. Крыло одно лонжеронное с работающей дюралюминиевой обшивкой, стыкуется непосредственно с фюзеляжем. Крыло основано независимыми элеронами типа Фрайс, автоматическими предкрылками и разрезными закрылками. Каркасы носок элеронов дюралюминиевые, обшивка полотняная. Закрылки состоят из двух частей – консольный и центральный. Центральная часть является одновременно выходной частью туннеля жидкостного радиатора. Она состоит из двух створок – верхней и нижней. Створки могут находиться в трех положениях. При закрытых створках радиатора, внешняя поверхность верхней створки составляет продолжение поверхности крыла, а нижняя поверхность нижней створки – продолжение обводов туннеля радиатора. При открытых створках радиатора, верхняя створка отклонена кверху, а нижняя – книзу. При опущенных створках, обе створки опущены книзу и работают как закрылки. Закрылки отклоняются на 40 градусов и могут быть опущены на любой угол в этом диапазоне. Управление закрылками механическое. Киль несимметричного профиля, что предусмотрено для компенсации реактивного момента отвращения винта. Руль высоты и поворота имеет диралюминиевые каркасы и полотняную обшивку. Тремеров нет. Аэродинамическая балансировка рулей производится на земле путем отгибания неподвижных пластинок. Шасси консольного типа, убирающиеся вдоль размаха концом крыла. Многие шасси в выпущенном положении наклонены наружу от оси самолета для увеличения колеи. В выбранном положении амортизационные стойки и колеса не полностью прикрываются щитками, установленные на стойках. Около половины колеса остается открытым. Убирание и выпуск шасси и хвостового колеса осуществляется гидравлически. Управление тормозами ножное, гидравлическое. Фонарь кабины состоит из трех частей. Передние части неподвижно укреплены на фюзеляже. Средние откидной части, открывающиеся вверх-направо, на которой крепится верхняя часть брони, наголовник и затыльник. Задние части, укреплены на замках. Взлет, полет и посадка производятся с закрытым фонарем. Для аварийного сбрасывания фонаря, летчику нужно было потянуть на себя ручку, установленную на левом борту в кабине пилота. При этом, освобождается и сбрасывается задняя часть фонаря, увлекая за собой связанную с ней при помощи троса среднюю часть. На самолете установлен V-образный перевернутый 12-цилиндровый пушечный мотор DB605A жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском горючего в цилиндры. Максимальная мощность на боевом режиме у Земли 1310 л.с. на высоте 5800 метров 1250 л.с. Два жидкостных радиатора с автоматически регулированными заслонками на входе и выходе установлены в тоннелях под правой и левой плоскостями крыла, в фюзеляже. Радиаторы глубоко утоплены в крыло и мало выступают за нижний обвод крыла. Передняя заслонка и задняя створка тоннеля кинематически связаны между собой. Управляются заслонки радиаторов автоматически при помощи термостатов и гидросистемы с приводом от моторной помпы. Заслонки радиаторов имеют также дублированное ручное гидравлическое управление. На самолете предусмотрена возможность выключения из системы охлаждения правого или левого радиаторов в случае их повреждения. В игре на момент создания урока такая возможность не предоставлена. Масляный радиатор со своим туннелем установлен на нижней крышке капота. Охлаждение масла регулируется заслонкой, стоящей на входной части туннеля. Управляется заслонкой автоматически от гидросистемы при помощи термостата. Мягкий бензобак креслообразной формы, изготовлен из резины толщиной 10 мм. Бак установлен под креслом пилота и за бронеспинкой. Запас горючего бака 304 кг, который равен 400 литрам. Также предусмотрена возможность подвески дополнительного бензобака. На самолете установлен электромеханический трехлопастной винт с постоянным числом оборотов. Диаметр винта 3 м, ширина лопасти 305 мм. Автомат постоянных оборотов связан с сектором газа, так что каждому положению сектора газа соответствует равновесное число оборотов. Помимо этого на ручке сектора газа имеется двойной электрический тумблер, посредством которого может быть облегчен или затяжелен винт. На самолете установлена система управления агрегатами винтомоторной группы и автоматизированы следующие функции. Регулирование состава смеси, управление скоростями нагнетателя, регулирование температуры охлаждающей жидкости, регулирование температуры масла и управление шагом винта. Вооружение самолета состоит из трех пушек МГ-151 калибра 20 мм и двух пулеметов МК-17 калибра 7,92. Одна из пушек, укрепленная на моторе, стреляет через вал редуктора мотора со скоростью 700 выстрелов в минуту и имеет боезапас 200 снарядов. Две пушки размещены под плоскостями в специальных обтекателях, гондолах и имеют боезапас по 135 снарядов на каждую. Над мотором установлены два синхронных пулемета МГ-17 калибра 7,92 и имеют скорострельность 1200 выстрелов в минуту и запасом патронов 500 штук на каждый. Продолжительность непрерывной стрельбы из мотор пушки 17,5 секунд, из подкрылевых пушек 12 секунд и из пулеметов 25 секунд. Управление огнем пушек электрическое, огнем пулеметов пневмоэлектрическое. На самолете установлен коллиматорный прицел REVI-S12S, который имеет светофильтр и переключается с сочетанием клавиш левый ALT плюс F. Бомбовое вооружение состоит из 4 55-килограммовых осколочно-фугасных авиабомб SC-50 и 249-килограммовых осколочно-фугасных бомб SC-250. Итак, мы в кабине самолета. Давайте ознакомимся с приборами и рычагами управления самолетом. Начнем с левой стороны. С левой стороны у нас есть такие два штурвальчика. Первый отвечает у нас за выпуск и уборку закрылок. Закрылки у нас выпускаются на угол 40 градусов. При выпуске закрылок есть метки, которые показывают нам этот угол. Одна метка – это 10 градусов, две метки – 20 градусов и три метки – 30 и, соответственно, 40 градусов. Все, 40 градусов у нас есть. Дальше у нас есть стабилизатор, который выкручивается на пикирование и на кабрирование. Здесь у нас есть в окошке значения, минусовые значения, поэтому у нас идет кабрирование, то есть подъем, и плюсовые значения – это у нас пикирование. Что такое вообще стабилизатор? Давайте посмотрим. Так, вот у нас хвостовое оперение, да, вот у нас рули высоты, они крепятся у нас к стабилизатору. То есть, вот видите, я сейчас выкручиваю, и стабилизатор ходит вверх-вниз. То есть, это вот вся площадка, вот она, видите, выкручивается вместе с рулями высоты. Для чего нам нужен стабилизатор? Для чего его нужно выкручивать и в каких случаях? Значит, смотрите, когда мы, например, пикируем, наш нос самолета при большой скорости, он будет стремиться уходить вверх. То есть, будет стремиться выходить из пикирования. Даже если мы будем вот так вот ручку давать от себя, то все равно наши рули высоты не будут справляться с таким давлением на них, и самолет все равно будет выходить из пикирования, стараться. Чтобы этого не происходило, мы будем выкручивать стабилизатор на пикирование. То есть, выкручиваем, и он нам помогает держать самолет ровно, то есть, не поднимает нос. Также, чтобы выходить из пикирования, мы выкручиваем стабилизатор обратно, мы помогаем нашим рулям высоты. Также стабилизатор выкручивается в тех случаях, например, когда мы летим в наборе высоты, или далеко нам лететь, и чтобы снять напряжение с ручки, чтобы, например, не держать чуть-чуть ручку, если, например, у нас нос задирается вверх, нам чуть-чуть ручку не отклоняем, Мы просто выкручиваем стабилизатор и помогаем, снимаем напряжение с ручки. То есть, давление с ручки снимается. При пикировании на противника можно использовать стабилизатор, чтобы довернуть и сделать выстрел. Сильно выкручивать стабилизатор на кабрировании нельзя. При довороте это может привести к потере сознания, которое в игре изображается как черный экран. А также вы можете поотрывать себе крылья, так как давление на крыло будет огромное. Не забывайте возвращать положение стабилизатора к нулевым значениям, так как выкрученный стабилизатор гасит скорость, и при малых скоростях это может привести к сваливанию. Давайте пойдемте дальше. Так, у нас есть вот такое вот, видите, это у нас переключение хвостового колеса. То есть, можно фиксировать и разблокировать хвостовое колесо. Дальше у нас есть тяга, газ. Рядом с ней есть такая вот красненькая, да, это у нас топливный кран. В принципе, он у нас не задействуется, и мы им не можем ничего делать. Дальше у нас, значит, есть шасси. Лампочки горят, то есть, когда мы будем делать зажигание, да, то есть, электропитание пойдет, у нас будут гореть зеленые и красные лампочки. Зеленые, это, конечно, выпущенные шасси, красные, это убраны. Дальше у нас здесь магнета, в принципе, оно вам не так нужно. Дальше у нас компас есть. Здесь у нас комбинированный прибор, на котором показан у нас авиагоризонт, угол поворота и угол скольжения самолета. Дальше у нас есть вот такие вот полоски. Полоски у нас показывают, какой бы комплект у нас остался. Две левые и правые полоски, это у нас пулеметы, а центральная полоска отвечает за пушки. То есть, за бейкомплеты, оставшиеся в пушках. Часы, и дальше пойдем, значит, у нас надув. Дальше у нас, давайте пойдем отсюда, это у нас температура воды и масла. На этом приборе вы видите одну стрелку всего лишь навсего, как бы два значения, то есть термометр воды и масла. То есть, верхняя зеленая шкала, получается, у нас температура воды. Когда стрелка, например, показывает у нас 80 градусов, то на нижней шкале мы будем уметь температуру масла приблизительно где-то 70 градусов. Вот так вот. Дальше у нас есть прибор, показывающий шаг винта. То есть, мы можем переключать управление на ручное управление шагом винта и можем в ручном режиме использовать, регулировать шаг винта. Дальше у нас есть тахометр, показывающий наши обороты, указатель скорости, указатель высоты. Дальше у нас есть топливомер и прибор, показывающий давление у нас масла и бензина. Здесь у нас есть переключатель, который переключает у нас ручное автоматическое управление радиаторами. Про радиаторы я вам уже рассказывал, то есть, вот у нас отдельно они поднимаются. То есть, я вам в начале урока и про них рассказывал, вы это должны уже помнить. Здесь у нас щиток, в общем, электрический, там у нас аножки, там лампы, кабины, там, в принципе, и они не столько важны нам. Так, дальше, что у нас там, педали, тормоза, все это есть. РУС есть. Так, прицел у нас, прицел у нас такая штука, да, то есть, я вам это уже показывал, нажимаем Alt-F, левый Alt-F, и у нас затемнение прицела. О, у нас виндажем вращался, интересно. Затемнение прицела, в принципе, я ее вообще не использую, у нас солнце, в принципе, не так уж сильно и помогает. Поэтому, есть еще вот такая вот, смотрите, отверстие, да, то есть, чего оно нужно. Когда у нас фонарь открытый, мы можем взять пистолет и можем стрелять. Но, когда у нас, например, фонарь закрываем, то пистолет вставляется в это отверстие. То есть, мы можем стрелять, подавать ракету и подавать сигналы. Чтобы убрать пистолет, нажимаем левый Ctrl-1, чтобы убрать пистолет, нажимаем левый Ctrl-тильда. Так, давайте будем запускаться. Так, при рулении, в принципе, можете фиксировать хвостовое колесо. В принципе, можно с ним получше, как бы, рулить, но придется рулить чаще тормозами. Также, не забываем про фонарь, что фонарь у нас открытый только на земле при рулении. При взлете фонарь закрывается, если вы это забудете сделать, то он у вас просто отлетит. Так, запуск произвен. Все, поехали. Даем немного тяги. Так, здесь у нас руление происходит. По дорожкам, постарайтесь ездить только по дорожкам. Нажимаем тормоза. У нас на Мессершмитте раздельные тормоза, то есть, есть левая, есть правая педаль. То есть, не так, как на советских самолетах. Чтобы... Кстати, давайте я вам сейчас покажу это. Ну, в принципе, должны уже знать, то, что в настройках управления там нужно обязательно убрать основное управление тормозами. Сейчас я вам покажу. Так, выкатились. Не забываем при выезде на взлетную полосу смотреть по сторонам, чтобы на вас никто не сел. Так, давайте зайдем в настройки. Я вам покажу сразу. Назначение клавиш. Основное управление. Так, основное управление. Тянем вниз. И у нас есть вот тормоза колес. Если вы, например, летали на красных самолетах, то у вас будет вот здесь кнопка назначена. Чтобы у вас колеса шасси фиксировались по отдельности, левая, правая, вам нужно ее убрать. И вот здесь вот надо делать настройки других клавиш. Или осей. Все, жмете применить. Так, ну что, взлетаем. Значит, винт у нас на Мессершмидте правого вращения. Поэтому при взлете мы даем правую педаль, чтобы компенсировать. Так, закрываем фонарь. А то мы сейчас про него забудем. Ну и все. Тягу можно давать резко на Мессершмидте. Даем правую педаль и поехали. Полную тягу. При наборе скорости где-то 200 пилотров в час. Даем немного ручку. Сразу убираем шасси. Я сейчас не буду там показывать вам какие-то там моменты. Я вам сейчас покажу взлет и посадку. А потом мы будем с вами разбирать остальные моменты. Ручного управления шагом винта. Так, при посадке. Сразу выпускаемся. Как вы знаете, я вам уже много раз рассказывал. То есть, стараемся держать скорость 200 км в час. На глиссаде подходим к полосе на такой скорости. Выдерживаем ее. Если скорость меньше, то можете прибавить тяги. Перед полосой делаем зависание. Нажимаем тормоза. Мессершмидт тормозит очень даже хорошо. Посадка у Мессершмидта вообще очень простая. Никаких проблем с ней нет. В общем, с посадкой у нас будет еще в этом уроке отдельный урок. Я там все подробно вам расскажу. А сейчас давайте пойдем дальше. Сейчас давайте рассмотрим пикирование Г2. По данным разработчиков, максимальная скорость пикирования составляет 850 км в час. Я немного потестировал. И, в принципе, можно разгонять немного быстрее. Я разогнал до 892 км в час. Но при этом желательно вообще не работать рулями высоты и креном. То есть, селлеронами лучше не работает. Работает только стабилизатор. Старайтесь держать самолет ровно. Ни один советский самолет не может выдержать в пикировании скорость 850 км в час. Поэтому лучше не рисковать. Старайтесь не разгоняться выше 850 км в час. Этой скорости вам вполне достаточно, чтобы оторваться от противника. У Мессершмиттов есть возможность переключения с автоматического управления шагом винта на ручное управление. Это дает огромное преимущество над самолетами противника, у которых стоит регулятор. Этот регулятор регулирует угол поворота лопастей винта автоматически и выдерживает нужные обороты по выставленному надуву. Я не буду вам объяснять работу винта. Я вам дам ссылку, где вы сможете узнать все о его работе, о моментах и так далее. Но я думаю, что скорее всего в будущем я сделаю и появится такой отдельный урок по работе винта и использованию ручного управления на немецких самолетах. На разных немецких самолетах разные возможности по использованию ручного управления шагом винта. Например, разница есть в ограничении допустимых оборотов винта и в временном отрезке, при котором двигатель не получает повреждений. В этом уроке я расскажу вам о возможностях G2, которые недопустимы для других серийных Мессершмиттов. Для начала давайте зайдем в настройки и выставим все настройки, которые нужны нам для того, чтобы управлять шагом винта. Заходим в назначение клавиши, управление двигателем, тянем вниз, доходим до переключения общего управления шагом винтов в ручное автоматическое. Сюда назначаем кнопку. Кнопка должна быть в удобном месте, чтобы ее было легко нажимать, так как мы очень часто будем ее нажимать. Также у нас есть чуть ниже ручное общее управление шагом винтов, дозированно затяжелить винты и облегчить винты. Сюда также назначаем две кнопки. Они должны расположены быть друг с другом. Лучше это всего сделать на хатке. Они должны быть очень удобно расположены, чтобы вы постоянно могли их нажимать без всяких проблем. Не надо никуда, чтобы за ними было тянуться. То есть они должны быть постоянно под рукой. Еще, кстати, можно сразу назначить вам общее управление оборотами винтов. Те же самые кнопки назначаем. Это для советских самолетов, чтобы у вас были одинаковые кнопки, чтобы вы потом не путались, не искали и не назначали другие кнопки. То есть это у вас будут кнопки, которые будут у вас уменьшать обороты двигателя и повышать обороты двигателя. Все, жмем применить. Дальше проверяем. Нажимаем ручное управление шагом винта. У нас появилась надпись. Можем проверить работу кнопок. При облегчении винта обороты, как видите, у нас повышаются. Вот видите, повышаются. При затяжелении винта у нас обороты понижаются. То есть мы вручную можем ими управлять. Почему обороты повышаются, почему они понижаются? То есть мы вручную регулируем угол атаки лопастей винта. Чем больше мы затяжеляем винт, тем больше он становится и захватывает больше воздуха. То есть тем больше воздуха он отбрасывает назад и тем больше у нас мощность. Но это не так, скажем, все просто. И на больших скоростях это как бы хорошо, а на малых скоростях не очень. Поэтому на малых скоростях обычно нужно облегчать винт. И мощность у нас увеличивается от этого больше. Например, давайте посмотрим. Вот сейчас я включу автоматическое управление шагом винта. Так, вот скорость у нас 519, да, он 520. Радиаторы у меня автомат. Ничего у нас не закрыто. В принципе, я чуть-чуть прибавлю. Сейчас она установится, скорость. Сколько у нас здесь будет? 522, сколько там должно быть? 523, наверное. Ну, в общем, давайте 522. Давайте я включаю ручное управление и повышаю обороты до 2900. То есть смотрите за скоростью. Скорость начинает расти. Она вырастет примерно где-то на 6-7 километров. Это немного. В принципе. Но дело не в этом. Г-2 это такой самолет, который не нужно применять ручное управление для того, чтобы уходить на нем в горизонте. То есть это самолет-вертолет, который очень быстро набирает высоту. То есть, как видите, у нас 6, сколько, 7 километров в час прибавилось. Но все равно этого мало. И мы не сможем уйти, например, от Ла-5. Нам нужно пользоваться преимуществом по климбу. Г-2 имеет большее значение в климбе. То есть мощность двигателя позволяет быстрее набирать высоту. Именно этими возможностями Г-2 вы всегда должны пользоваться. То есть давайте сейчас я вам покажу запись, где я на Г-2 ухожу от Ла-5. Давайте ее включим. Здесь мы взяли для теста самолет Ла-5. У него очень высокая скорость и неплохой климб. То есть выставили одинаковые скорости, одинаковое количество топлива. И все. Я, значит, выставляю ручное управление и ставлю 2 900 оборотов и ухожу в набор. То есть я не ухожу в набор сильно резко, да, с потерей огромной скорости. Нет. Также скорость у меня большая. Я стараюсь держать 400 км в час. Но в таких ситуациях, когда у вас противник на 6, там 300 метров, 400 метров, не старайтесь резко уходить вверх. Даже 500 метров не старайтесь резко взять и уйти вверх, думая, что вы сейчас улетите в космос и противник останется там вообще внизу. Нет. Вы просто можете подставиться даже просто под выстрел. С такой дистанцией по вам можно вести прицельную стрельбу. Вам этого не нужно делать. Просто уйдите в горизонте на большой скорости, с мелкой потерей скорости, там 400-380. Вы идете, 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 вы набираете высоту. Как противник уже будет за 500 метров, вот тогда уже можете по резче набирать высоту. И тогда уже можете разворачиваться и уже его сбивать. И стою в этом наборе. Как видите, АГ-2 начинает отрываться, начинает быстрее набирать высоту, все выше и выше, а Ла-5 проваливается, то есть под него и не может за ним так же климбиться, то есть скорость подъема у Ла-5 меньше. Поэтому Г-2 отрывается. Но если бы мы шли на Г-2 в горизонте, то Ла-5 обязательно бы нас догнало, потому что Ла-5 в горизонте намного быстрее. Поэтому здесь делаем выводы, что на Г-2 никогда в горизонте не убегаем. Занимаем высоту, даем 2900, и уходим от противника. Но здесь вы должны понимать, что это не простой режим 2900. Можно сказать, что это форсажный. Форсажа у нас нету на этом Г-2, потому что он у нас ранний, форсаж у него отключен, и он будет включен на Г-2 только в 1943 году. А пока у нас его нету. И мы можем его заменить именно вот такой вот работой на запредельных оборотах. 2900 на ручном шаге. Но дело в том, что мы на форсаже тогда будем в следующем, да, то есть в 1943 году будем иметь 1.42 АТА, то есть он будет у нас еще мощнее. А пока мы имеем возможность только на 1.3 АТА. Но и то, то есть мы имеем хорошие показатели в климбе при таких оборотах 2900 и при АТА 1.3. Поэтому мы пользуемся именно такими вот характеристиками. Сколько же по времени можно держать обороты 2900? Как и видите из таблицы, я сделал тесты, и у меня получилось гарантированное время полета без поломки двигателя 1 минута. Так как двигатель испытывает серьезные нагрузки, да, 2900 это довольно-таки высокие обороты, то после 1 минуты двигателю нужно, конечно, отдохнуть. Для того, чтобы опять использовать такой режим, должно пройти какое-то время. Это время должно составлять не менее 5 минут, не менее. И вы должны выставить обороты 2300. То есть 2300 оборотов это приблизительно 1.18 АТА или 70% тяги. При таких оборотах более 5 минут, потом можно опять использовать обороты 2900. Но, я вам не советую никогда полностью на 1 минуту давать вот такие вот 2900 обороты. Это делать не стоит, это не надо. 2900 нужно использовать только в конкретных случаях. Например, когда мы стоим за противником в вираже, например, нам совсем чуть-чуть не хватает дотянуть до него, тогда мы включаем режим 2900 и дотягиваем до него ручку. То есть у нас мощность на винте увеличится и мы сможем до него дотянуть. Как раз нам эти 10-15 секунд, ну, 20 секунд. Нам хватит этого, чтобы до него дотянуть. Также ручное управление можно использовать, например, вот в таких ситуациях. Партийник у нас на 6. Я сейчас буду его снимать и мне приходится делать резкие маневры. Я гашу как бы скорость и пытаюсь его пропустить, чтобы он прошел вперед меня. Получается, что у него энергии останется, конечно, больше и он меня проскочит и чтобы за ним уйти мне наверх, мне нужно использовать ручное управление. Вот сейчас он скакивает вперед, я переключаюсь на ручное управление и все, даю 2900 и я пошел за ним. Все, мне нужно его достать. Хоть у него было и больше энергии, то посмотрите, я сейчас как вертолет, я прям за ним прям вверх иду свечкой и свободно его достаю и могу еще выше него выпрыгнуть. Вот в таких моментах и нужен ручное управление 2900. Как вы видите, 20-30 секунд максимум, после чего опасность миновала и можно свободно остужать двигатель. Сейчас давайте я вам покажу, как вы можете тренироваться управлять ручным шагом винта. Здесь все очень просто. вы заходите в простой редактор, то есть в быстрый вылет и вылетаете на самолете. Смотрите, у нас надув 1.3 и 2.600. Это работает у нас автомат. То есть максимальные обороты, что имеет Г-2. Для того, чтобы тренироваться, мы переключаемся на ручное управление и начинаем делать что-то похожее на маневр йо-йо. То есть мы идем вниз, направляем самолет, идем вниз. Соответственно, наши обороты будут расти. Но мы должны их оставлять на оборотах такие, как были раньше, то есть 2.600. То есть при спуске вниз мы должны винт затяжелять. Все, мы затяжеляем винт и оставляем обороты на 2.600. Когда мы пойдем вверх, обороты будут у нас падать. Соответственно, мы должны винт облегчать. Вот такими вот спусками и подъемами мы должны стараться держать обороты в диапазоне 2.600 оборотов. То есть при спуске затяжеляем, не даем оборотам расти, а при подъеме наоборот, не даем оборотам падать, облегчая винт. Сначала мы будем тренироваться просто, стараться держать в этом диапазоне, то есть чтобы обороты у нас сильно не зашкаливали. когда вы освоите это, когда у вас уже будет хорошо получаться, вы можете поставить противника. То есть вы можете полетать с противником, уже смотреть на противника, смотреть на прибор, смотреть на противника, смотреть на прибор. То есть это уже будет более продвинутый такой способ обучения. Также хочу вам показать такую штуку. То есть смотрите, когда мы идем вверх, Смотрите, мы идем вверх Выключаем винт Например, мы тянемся за противника Мы выдаем 2900 Вот я выдаю 2900 оборотов Смотрите 2900 я выдал И нужно нам падать вниз Тогда мы что делаем? Я переключаю на автомат Чтобы самому ничего не делать Я переключаю на автомат И автомат сам пускай все делает А я ничего не буду делать То есть при вот таком пикировании Мы можем не успеть На ручном управлении Затяжелять винт То есть мы можем просто запоздать И тогда обороты у нас уйдут За 2900 На 3000 и больше И мы можем раскрутить винт, повредив двигатель То есть запоминаем Когда мы идем Вверх на ручнике, например Мы тянемся за противником Или что-нибудь еще Нам нужно идти вверх И когда нам нужно пикировать Когда мы уже Начнем падать вниз Мы убираем тягу Или можно без тяги Но нам обязательно нужно Включить автоматическое управление Шагом винта То есть пускай автомат сам Все потом делает Нам не нужно Не нужно нам ничего делать Пускай он сам справляется Это нужно Чтобы не повредить нам двигатель То есть Как только мы контролируем ситуацию Мы можем Всегда переключиться на ручное управление Все И без проблем дальше уже лететь Дальше регулировать Те обороты Которые нам нужны То есть Вот это вы должны знать То есть переключение с автомат на ручной Тоже у вас должно присутствовать То есть Это помогает вам следить За вашим двигателем Чтобы не получить Неисправность двигателя Это вы должны знать Вы поняли я думаю все То есть Делайте такие тренировочки Когда научитесь уже Без проблем Держать обороты в пределах нормы Например 2600 Вы можете выбрать не только 2600 Вы можете например выбрать 2700 То есть Или можно даже 2800 Диапазон выберите себе И старайтесь его держать То есть Входя вверх-вниз Когда этому научитесь Все Идете Выбирайте противника И пытаетесь с ним летать На ручном управлении Следите за противником Следите за приборами Следите за противником Следите за приборами Все Это у вас будет тренировка Со временем Вы всему научитесь Вы наверное слышали выражение Висеть на винте Конечно Висеть на винте Как радиоуправляемые самолетики трехтонные самолеты не могут. Но дело в том, что немецкие самолеты на ручнике могут выпрыгнуть выше, чем такой же самолет на автомате. При этом он может еще и зависнуть, пытаясь зацепляться за вершину с завышенными оборотами облегченного винта. Давайте посмотрим, как это выглядит со стороны. Вот сейчас смотрим. Вот дымы начинают идти вверх, все, мы висим. Посмотрите, как долго мы висим на винте. Это и называется висеть на винте. Давайте рассмотрим, как это выполняется. Обычно такие зависания применяются, когда мы идем с противником вверх, на вертикаль, и нам нужно противника перевисеть. Кто первый опускает нос, то, соответственно, и получит шесть. Для этого и применяется висение на винте. Давайте рассмотрим, как это выполняется. Внимательно следите за указателем скорости и оборотами двигателя. Когда мы идем вверх, наша скорость падает. И при достижении скорости 150-200 км в час мы переключаемся на ручной режим и выставляем обороты 2900 для G2 и F4 у нас 2800 оборотов. До того, как мы начинаем крутить обороты, нам нужно дать правую педальку, потому что реактивный момент будет очень сильно нас клонить влево. Винт у нас правого вращения, поэтому влево будет большой, очень тяжелый у нас снос. Поэтому мы компенсируем это правой педалькой. В принципе, после того, как вы начнете идти вниз, обязательно переключитесь на автомат, как я вам уже говорил. Потренируйтесь, сделайте такие зависания. Главное, не свалить самолет в левую сторону. И после того, как самолет идет вниз, главное, правильно сделать разворот. Так как, если ваши действия будут неправильные, то вы, скорее всего, попадете в штопор. Поэтому об этом мы поговорим в уроке про маневры. В уроке по Як-1 я рассказывал вам, как долететь до своего аэродрома на поврежденном двигателе или пролететь как можно больше квадратов. Что нужно для этого делать? Давайте разберем это на самолете Г-2. Итак, при повреждении водорадиаторов, когда у нас начинает вытекать охлаждающая жидкость, через некоторое время у нас начнет растить температура. И еще через некоторое время у нас двигатель полностью выйдет из строя. Для того, чтобы пролететь как можно дальше, мы сразу же при повреждении водорадиаторов выходим из боя, сразу даем полную тягу и становимся на курс на филд, на свой аэродром. Начинаем набор высоты. Набор высоты производим на скорости 400 км в час. Для чего 400 км в час? Для того, чтобы пролететь как можно дальше и при этом набрать как можно больше высоты. При скорости 400 км в час у нас будет неплохая обдувка радиатора, будет нормально обдуваться и температура будет меньше расти. После того, как вы увидите резкий подъем температуры, температура начнет расти, мы сразу же становимся в авиагоризонт, становимся в авиагоризонт, убираем тягу на 0.9 АТА, выставляем ручное управление шагом винта и обороты 1700. 1700. Сразу же также выставляем водорадиаторы на 100, то есть мы их полностью открываем. и в таком режиме идем домой. При таком режиме мы сможем пролететь как минимум 4 квадрата, пока наш двигатель полностью не остановится. Что нужно делать, когда мы уже практически долетели до аэродрома, когда у нас уже видно, например, пролетели 4 квадрата и уже видно практически аэродром, двигатель начинает у нас выходить из строя, нам нужно дальше планировать. Какие наши действия? Так как двигатель у нас уже полностью практически скоро остановится, то радиаторы уже никакого значения не имеют. Поэтому мы их полностью закрываем. При этом мы увеличим свою скорость, сопротивление будет меньше и скорость наша увеличится. Также мы должны полностью затяжелить шаг винта на 100%, чтобы двигатель у нас вышел из строя, полностью остановился, и лопасти имели самый большой угол. То есть, чем больше угол, тем меньше будет сопротивления у нас при планировании. Флюгирования винта на Г2 нет. Также при планировании, когда мы начинаем планировать, мы держим планирование на скорости 200 км в час. Чтобы снять усилия с ручки и не тянуть рули высоты, нам нужно стабилизатор выкрутить. То есть, выкручиваем его на кабрирование и планируем в таком режиме. При этом мы не выпускаем закрылки. Выпускать закрылки не нужно. Многие, наверное, думают, что при выпуске закрылок, там, подъем на силу выльется, и мы пролетим дальше. Нет. Вы только свою скорость еще меньше сделаете и пролетите еще меньше. Поэтому выпускать закрылки лучше не надо. Все. и в таком режиме мы начинаем планирование. 200 км в час держите скорость минимум. Это нужно для того, чтобы потом у вас еще осталось хотя бы при посадке, то есть, у вас останется эти 40 км, чтобы нормально посадить самолет. То есть, немного, чуть-чуть перед посадкой можно еще разогнаться и нормально сесть без проблем, чтобы не разбиться. Если вы сядете в радиусе 3 км, то у вас будет засчитана посадка. Все. В принципе, вы сели и пришли на филд. Дальше, давайте рассмотрим следующий режим. Следующий вариант, когда мы получаем повреждения, например, масляной системы или что-нибудь еще там у нас повреждается, у нас начинают скакать, дребезжать стрелки надува или тахометра. Что нужно сделать? Здесь совсем другая система повреждения и нам нужно сразу же снять нагрузку с двигателя. То есть, мы также сразу убираем надув на 0.9 и сразу же убираем обороты. Снимаем нагрузку с двигателя. Так, я немного улетел туда. Все, нагрузку с двигателя мы сняли, но при этом мы переводим ручное управление водорадиатором в ручное и убираем. то есть, мы закрываем сводки радиаторов, оставляем примерно процента 3, не более. 3% вам вполне достаточно, чтобы температура ваша не росла. Вам открытый радиатор просто не нужен. У вас очень слабый надув, обороты очень слабые и нагрузка на двигатель очень минимальна. То есть, минимальная нагрузка двигателя. То есть, мы сейчас летим в щадящем режиме. При таком режиме можно пролететь свободно 5 квадратов. Я максимум пролетал 7 квадратов. Ну, у меня там, конечно, было чуть высоты побольше, там, 2000, кажется, у меня было. То есть, 7 квадратов я пролетал. 5 квадратов свободно можно пролететь. То есть, никогда не идем в климп. Никогда. Вот, получили повреждения и сразу же на этой же высоте, на которой мы находимся, сразу же разворачиваемся, идем домой, убираем наддув, выставляем обороты 1600, 1700, и все, и идем домой в этом режиме. Мы доходим до аэродрома без проблем. Все, идем дальше. Давайте подведем итоги по самолету БФ-109 Г2. Итак, мы узнали, что это истребитель, который имеет самый лучший климп в игре. Он очень хорошо набирает высоту, очень хорошо пикирует, при этом у него есть недостатки, это не очень высокая горизонтальная скорость, и он менее маневренный, чем, конечно же, советские самолеты. Поэтому, когда вы вступаете в бой и ведете с противником бой, не давайте пользоваться ему недостатками Мессершмитта. То есть, не вставайте в долгий горизонтальный полет, или не вставайте с ним в вираж. Что делать, когда противник стоит в вираже? Вот сейчас я вам показываю это. Когда противник встал в вираж, мы не сможем за ним устоять в вираже. Поэтому, вставать за ним в вираж бессмысленно. Это не нужно делать, так как мы имеем плохой вираж, мы до него просто не дотянем. Поэтому, мы уходим на Ю-Ё и буквально через 2-3 круга выходим противник в 6-е и атакуем. Вот, посмотрите, как это происходит. То есть, я ухожу на Ю-Ё. Использовать ручное управление при Ю-Ё не обязательно. То есть, 2-900 нам сейчас вообще не нужны. Боевого режима, да, 2-600 и 1-3 ата. Достаточно хватает для того, чтобы просто выйти противнику в 6-е. То есть, все равно Г-2 имеет хороший климп, лучше, чем у Як-1. Как вы видите, Як-1, стоя в вираже, просто проигрывает и мы выходим ему в 6-е. Дальше уже дело техники в стрельбе. Все. Поэтому, старайтесь не вставать за противником в долгий вираж, то есть, не давайте противнику пользоваться вашими недостатками. У Г-2 плохой маневр, поэтому вы даете ему этим пользоваться. Не давайте. Вы должны использовать только положительные стороны вашего самолета, вашей техники. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Всем успехов. Пока.